Определение, определение. Оказывается, неистащимая тема. Я, правда, очень часто делаю здесь любую тему неистащимой. Такая странная черта. Но это действительно пока не истощается, сама не истощается. Я сначала определял, как переход от ничто к нечто, от темноты к свету, от тишины к звуку. А затем, удерживая этот переход, совершается движение от цвета к цвету, для звука к звуку, от ничто к ничто. Затем я, наверное, уточнил, устрожил ситуацию. Я в прошлый раз добавил, что переход от ничто к нечто не дает нам нечто. Переход от темноты к свету не дает света, а дает отношение к цвету. Переход от тишины к звуку не дает звука, а дает отношение к звуку. Это, наверное, некоторое уточнение. Получается, что исчезает иллюзия, что возможно движение от темноты к свету. Потом он удерживается и конкретизируется. Я, честно говоря, не могу найти лучшего слова. Он цвет какой-то не философский. Эмпирическое слово конкретизируется. Но не могу найти другого слова. Переход от темноты к свету конкретизируется в цветах. Переход от тишины к звуку конкретизируется в звуку. Конституируется, можно сказать. Конституируется в смысле устанавливаться. Все равно, мне кажется, и так мысль сложная. Надо, чтобы она была абсолютно точной, не метафорическим словом выражена. А действительно происходит конкретизация. То есть переход остается, удерживается. Первый. Он, будучи удержан, конкретизируется. Сначала я говорил просто о удержании. А потом стал говорить чуть иначе. Что переход от темноты к свету не дает света. А дает отношение цветов. Хотя, как бы, переход есть. От перехода. Переход является условием. Я все это повторяю. Да ладно. Если мы не совершим предварительный переход от темноты к свету, то мы не выстроим цвета. У нас, оказывается, перемешанные цвета и звуки, и вообще ничего не будет. Будет хал. Если мы не зафиксируем переход от тишины к звуку, то у нас и не получится ряда звуков. Опять хал. То есть, чтобы в ряд выстроить именно звуки, а не абы что, нужно зафиксировать этот переход от тишины к звуку. Но этот переход, будучи обязательным, не дает при этом звука. А дает отношение к звуку. Само сцра. Вот такая картинка. В каком смысле существует этот переход? В каком смысле он удерживается? Ну, в смысле удерживать надо быть. В каком смысле он удерживается? Он удерживается в том смысле, что переход от темноты... Переход от цвета к цвету. От красного к синему, от синего к желтому. От желтого к голубому. То есть все светлее и светлее. С одной стороны, это переход от красного, мы говорили, к синему. А с другой стороны, это все тот же переход от тишины, от темноты к свету. Переход от синего к желтому. Это с одной стороны, переход от синего к желтому. От более темного к более светлому. А с другой стороны, это все тот же самый переход от темноты к свету. То есть переход существует и удерживается вот таким образом. Разные цвета это просто разные способы перейти от темноты к свету. Разные звуки это просто разные способы перехода от тишины к звуку. Ситуация, ну просто продолжаем анализировать. Мы так вот зафиксировали, как могли ее. Продолжаем анализировать. Мы говорили, что первая форма вот этого движения это определение определения. Оказалось, что это ситуация определения определения, заняв эту принципиальную, методологическую позицию или методическую. Заняв эту позицию, мы совершаем несколько движений. Первое движение это когда, опять же, переход от ничто к нечто, от темноты к свету, от тишины к звуку одновременно фиксирует целое. Это тоже не надо забывать. Потому что мы приступаем к к этому переходу на этапе целого. Которое вытекает из умножения. Вот в переходе от умножения к целому мы и фиксируем эту ситуацию. И фиксируем эту ситуацию. Ситуацию, когда нужно двигаться дальше путем определенения определения. Не прежним путем, но это были другие ходы. Это тоже было какое-то методическое единство в этом движении. Вот при переходе от умножения к целому мы имеем нашледство одинаковое. А вопрос, а всякий раз вот этот переход от умножения, всякий раз умножение у нас то самое, которое мы переходим, делается конкретным или так? Мы переходим просто от умножения или переходим от умножения 3 на 3 на 1, скажем? 3 на 1. Думаю, да, 3 на 1. А будет из этого каким-то образом ясно, что цветов всего 3? Ну да, если 3 на 1, так 3. Просто надо помнить, что мы ничего не знаем, что это цвета. Потом, в дальнейшем. Да, 3 разных качества. Да, но их будет не 4, не 5, то мы получим целое, но это будет целое из 3 частей. Да. 3 на 1. Да, я думаю, да. А отличаться тогда они между собой чем будут? Как тогда в этой ситуации для самого сознания будет положено различие его частей? Ясно, что они должны отличаться? И ясно, что в умножении как раз принципиальной части не отличаются. 3 на 1. 3 абсолютно одинаковых. А когда мы говорим на целом или качестве, то у нас 3 абсолютно разов. Ну, припомним, как мы двигались. Мы имеем умножение, где нет устойчивой границы. Граница все равно снимается. Дважды один. Дважды один не существует как созерцание, а существует как действие. То есть дважды один, чтобы 3, чтобы 4, чтобы 1. Вот ситуация, которую мы имеем умножение. Именно из этой ситуации мы переходим к целому. А именно мыслящая форма сознает, то есть что делает она? Да, мыслящая форма сознает себя причиной. Это дает нам устойчивую границу. Нам не нужно уже от 3х1 переходить 4х1, а оттуда 5х1. Мы фиксируем 3х1 или хоть 4х1, то есть все равно, что мы фиксируем. Главное, что мы фиксируем каких-то устойчивых. Это и есть целое, деленное на счастье. Это переход от умножения. Да, но все-таки мыслящая форма и мысль сознает себя мультируем. Штуки-то 3х1 остается. Мы зафиксируем в какой-то точке. 3х1, 4х1. Ну, считать мы уже умеем. Да, но мы только в этом смысле отличили как-то от 4х. Хоть и таким странным-странным образом. Но каким образом мы, получается, понимаем, что эти трижды, то есть вот эти три части, они становятся частями. Раньше они были единицами, теперь стали частями. Да, почему эти части стали принципиально одинаковыми, если только что, хоть и недавнее нам созерцание, они подразумевались как идентичные? Наоборот. Но ты хотел сказать, что как они стали разными, хотя они, до сих пор, были идентичными. Ну, я как бы так и сказал. Нет, снова говорился. Ты сказал, что они одинаковые, хотя были идентичными. Да, идентичность, одинаковость, это тоже не знаю. Только они стали разными. Они одинаковыми были в том смысле, что переходили из темноты к свету, а разные они в том смысле, что они разные цвета. Сначала они только одинаковые, как переход, а потом они разные в смысле того, что переходы-то бывают тоже разные. От синего к красному, от красного к белому и так далее. Я вот не уверен, что они были, каждый из них, переходом от темноты к свету. Не были они переходами от темноты к свету. Ну как, это изначально вся тема в этом и состоит. Зачем нужно два определения? Не одно, а два. Два хода. То есть сначала мы различия устанавливаем. И в смысле различия все переходы одинаковые. Поэтому все части одинаковые. А потом мы устанавливаем различия частей уже, как то, что называется, сконкретизированных. В чем их состоит это различие? Участие различные части. Что я еще хочу сказать? Для меня, что делать вопрос, остался непроясненным, что мы считали, морковки или числа. Ведь морковки это не то же самое, что считать морковками, не то же самое, что считать просто считать. Морковку нельзя перейти к счету. Ну я считаю, что просто считали. Не морковки? Морковок нету? Мы считали, чувствуем достоверность. Мы все-таки чувствуем достоверность, тогда морковки? Ну вот есть разница между морковкой и чувством достоверности. У нас это не цвета, не звуки, а просто чувством достоверность. Простое, вот-вот-вот, это просто нечисто. Можно говорить на слова? Ума постигаемая, а чувственная. То есть то самое число. Вот умопостигаемая, чувственная, оно как бы и чувственное, с другой стороны оно чисто умопостигаемое. Вот это и есть число. Видите, как я говорил, пустое множество. Считали Пустыми множествами Нет, тогда бы мы были только чисто в области мысли А мы сейчас находимся Вроде как мысль считает Нечточувственная Это раньше у нас было, что мышление Было связано Умножение чисто было мысленное И мы умножали в чистоте мышления А сейчас у нас же не чистота мышления У нас же мышление причиняет чувства Поэтому если в твоей аналогии Действительно считаются морковки Я не знаю Насколько удачно это выражение Ум уседаемое чувственное Хотя какое-то слово нужно Мой термин Простая чувственная достоверность Он тоже будет непонятно Простая достоверность Риск фолмы Ума постигаем А с другой стороны Она как бы и чувствует Не, ну вообще-то есть же соотношение Между мышлением и реальностью Как-то ум как-то Соотносится с чувством Вот, собственно, вся проблема С каким образом ум Соотносится с чувством Я так понял Здесь утверждается Что он тем самым Соотносится Что он вот это различие усмотрит И потом его как-то там Как-нибудь критизирует Он, на самом деле Ум действительно Чувству даёт форму Потому что вот-вот-вот Это некая форма Самая первая форма Которую он даёт чувству И поэтому делает его Чувствуемой Сначала всё-таки форма А потом Ну предмет становится Короче, говоря Эта молитва Форма есть А предмет становится Это вот и есть Это самая ситуация Форма переверия Уже в самом первом утверждении Форма есть А предмет становится Да, предмет Чувственный предмет Становит Никакой другой Предмет Но постольку Поскольку есть форма Предмет становится В большей форме Всё На самом деле Может быть и нет Таких трудностей Зачем мог Завать этот предмет Морковка Я не знаю Завать большую Критизацию Не, ну это метафора Я просто по метафору Считаю Морковки Нет, я всё равно Не понимаю Ну конкретизирует предмет Что предмет Не просто предмет Чтобы никто не подумал Что они абсолютно пустые А ну они не пустые Что не абстрактный Предмет не абстрактный В смысле Вот эти что я имею в виду Предмет же не абстрактный Какой-то чувственный Единичный Вот конкретный Предмет Да И он становится Да Причем становится И предметом Да То есть он как бы не есть Его нельзя обласкать Взглядом Он становится Так вот Значит От умножения Мы получили вот это вот Наследство Чтобы за единство Когда мысль осознает себя мыслью Станция меняется Нам же не нужно перегонить Четыре за один Мы фиксируем устойчивую границу Но границу которая уже Не просто Как раньше было Просто лучшуюся на достоверность Вот-вот-вот Мы имеем устойчивую Которую не надо Вот-вот-вот-вот Но она внутри себя Разделена Себя разделена Множение Получение От средства Одинаковое Раз-два-три Одинаковая единица Просто раз мы Ситуацию Разбираем Эта ситуация Не схватывается Потому что Они одинаковые Ее созерцать нельзя Потому что Два одинаковых Единицы Это одна единица Поэтому Если мы остановимся И перестанем Что-либо делать А мы просто созерцать Я просто повторяю Прошу Когда в школе хочется Сказать прошлый урок Вы описываете Получение назидательного Слишком Если мы Попробуем Примериться С созерцанием То есть Слог Скрип Проезжайте в одно Потому что Еще раз Две одинаковые Одно Две одинаковые Уверяю вас Тоже одно Дизайн Разбираем Между Целыми Частями И Целые Как целые Тоже Перестает Созерцание Не удается Что И здесь Мы как раз Переходим К Определению Определения Мы имеем Первое Определение То есть Определение Целого Просто потому Что Устойчивое Правильность Это Целое Конечно Тоже Чувственное Это И есть Переход От Ничто К Нечто От Темноты Света Условно Я плохо Излагаю Надеюсь Вы не понимаете Что пока Тут Света Нет Потому Не знаю В чем Выключается Различие Ни звуков Нет Условный Цвет Ни звуков Ни звуков Ни звуков Ни звуков Ни звуков Это Первый Переход А Второй Переход Мы Начинаем Перебирать 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 В Ромную Сторону Доказывая Что Эти части Разные Доказывая Переход Граница Фиксирована Но Различие Частий Существует Только Возможности Перехода В части В части Общая Ситуация Сохраняется Мы имеем Второй Второй Движение Во всех Это будет Второе Определение Или Определение В Определении Первое Определение Если Он Недержан А Второе Движение Запрещается Спереборе Единиц Которые Перебираются Не Как Единицы А Как Части Потому Что Во все Стороны Это Первый Вид Как Объект Определения Определения Или Целого Что является особенностью этого целла? Это первое целло. Границы еще раз фиксированы, удерживаются. В каком случае удерживаются? В том смысле, что переход к иному тоже оказывается возвращением к Роману Псалома. Нет, это не так. Здесь не так. Знаешь, что здесь не так? Потому что, когда мы мысли границы целла от ничток и нечто, мысли сознают себя мысль. Поэтому мысли устойчивыми границами. Мысли сознают себя мысль. Это вообще как бы то новое, что произошло после умножения. Все остальное следствие. Умножение мысл отличается от чувства и мыслит чувства. Поэтому в результате мысль мыслит... Но не мысль себя выплачивает. Отличается от чувства. Но мысли чувства, а не себя мыслящие. Поэтому мысль в чувстве, мысль переход от чувства к чувству. Не само чувство, а переход от чувства к чувству. Это вот такая ситуация. Уже сложение. Мысль отличается от чувства. На самом деле сравним. Но мысль в само чувство и направлено на само чувство, а не на себя. Вот такая особенная ситуация. Это зависит от философии или нет, что санатовка настолько странно, что, наверное, этого тоже нет философии. Поэтому мысль движения как сложение, потом как мысль. Движение чувствует, но движение не дает. Теперь мысль не только чувствует мысль, но мысль себя мыслящего, себя как причину чувства. Это дает возможность повысить само чувство, а не только движение, а чувство к чувству. Сложение и умножение – это только движение, а чувство к чувству. Нельзя с ними. Здесь стоит, целое стоит, на форме целых. Когда мы мысли целые, мысль сознает себя мыслью. Когда мы мысли, переходы и различия, посредством переходов устанавливаем различие частей, мысль уже не мысль себя мысль, она возвращается в ту ситуацию, которая была при сложении и умножении. Мысль движения чувства, движение от чувства к чувству, а не само чувство. Поэтому, если первая часть рефлективная, когда она всегда сознает мысль, то второе определение, определение различия частей, это значит различие частей, уже не рефлективное, оно такое же, как было сложение, такое же, как было умножение. Мысль, в этом движении мысль уже не удерживает себя, как мысльщик, как мысль, а мысли – чувство. Кто из них определили? Здесь идет о том, что мы абстрактируем вот этот перебор частей целых. Когда мы абстрактируем определение определения против самого определения, то получается, что мы по-прежнему мыслим движение чувства. Мы удерживаем границу, по-прежнему мыслим движения мужчины. И совершаем переходы, как движение чувствуем. Уже не удерживаем мышление мужчины. Поэтому, что получается? Получается интересное, но получается такое определение целого. Мы говорили, что, в принципе, этот переход, от ничто к ничто, удерживается во всех других переходах. Иначе не будет рядом. И это действительно всегда не происходит. Это удерживается, это движется. Но что мы сознаем? Уже, перебираем части. Как мы говорили. Переход от красного к синему. У нас есть переход от красного к синему, а в другой стороне еще тот же переход от темноты к свету. И с одной стороны переход от синего к желтому можно облиговать еще тот же переход от темноты к свету. Поэтому мы говорили о более разном состоянии, к которому мы еще не подошли. Здесь мы этого не осознаем. Это есть переход от одного к другому, докаженному действием. Заключает в себе это первое. Держивается, а не куда-нибудь девается. Эта граница. Она стоит. Но то, что она... Как она стоит? Переход от темноты к свету стоит. В каком случае? В том же смысле, что переход от красного к синему. Есть тоже переход. То есть удерживается движение от красного к синему, к желтому. Таким образом он стоит. Вот так просто не стоит. Нельзя просто делать первый шаг, а потом второй. Первого шага нет. Вот такого по самостоятельству. Потому что переход от темноты к свету не дает света. Потому что переход от нечто к нечто, нечто не дает нечто. Поэтому как заголовок по самостоятельному первому шагу, его нет. Он есть тем способом, что переход к другому нечто, есть переход от нечто к нечто. А за одного нечто к другому нечто есть, что тоже переход от нечто к нечто. Переход от второго нечто еще к одному, то и другому нечто есть. С другой стороны, это тоже переход от нечто к нечто. Каким образом удерживает этот переход от нечто к нечто? Он не существует как самостоятельно, а он просто удерживает это тесно. И здесь то же самое, но не осознаётся. А что осознаётся? То есть это удержание, которое существует таким же образом, переход от нечто к нечто, резинка. Я говорю, этот голос образ у меня такой, растягивающая резинка. Вот такая вот. Чуть потянется, остается всю ту же резинку. Что осознаётся? Это первое целое. Первое целое. Что осознаётся? Что происходит, мы знаем. Переходим к другому, а в то же время стоим на месте. Переходим ещё к одному, а всё стоим на месте. Это происходит. Но что осознаётся? На стадии цветов мы осознаём то, что происходит. Мы понимаем. Для нас, как Игорь наставил в прошлый раз, темнота, вот эмпирична. Тишина эмпирична. Там всё время есть. Есть звуки, 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 а в то же время тишина тоже присутствует. Она присутствует таким образом. Потому что просто движение – ничто невозможно, потому что ничто нет. А вот если сравнительно брать, как у Гигеля построенного, у него ведь на самом деле в чувственной достоверности также есть переходы. Но эти переходы, они исчезающие. И, собственно, цвета возникают только уже в следующем восприятии. То есть в следующей главе. Потому что только в восприятии возможна вот чувственная всеобщесть. Потому что вот цвет – это, согласно Гигель, чувственная всеобщесть. Это нечто, что сохраняется независимо от того, что пребывает. То есть то, что сохраняется во всякого рода пребывания. То есть всеобщее, да, в этом смысле? Ну, да. Просто если накладывать картинку Гигеля, а как здесь у нас? У нас вот второй шаг, когда возникают цвета – это что за цвета? Они всеобщие в смысле Гигеля? То есть они точно так же сохраняются? Я, допустим, не на никому тракту Гигеля. Не, ну вот, допустим, я, может быть, по своему тракту Гигеля, но если вдуматься, у нас вот как это возникает? У нас вот есть переход. И этот переход – это нечто исчезающее. Переход один, другой, третий – все переходы, они исчезающие. И поэтому в этих переходах нет, собственно, качества. Да, но они появляются. Чтобы появилось качество, но качество должно сохраняться во всех переходах. Несмотря на то, что есть движение перехода, должно нечто сохраняться как качество. Потому что качество – это сохраняющиеся. Раньше вы объясняли это тем способом, что качество есть то, что происходит благодаря действию некого эйдеса. То есть то, что ум вносит в переходы, вот он вносит эйдес качества. Раньше было. Сейчас такого нет. Так вот, качество сохраняется благодаря чему? Ваше врачу, знаете… Это было очень давно. Я тоже подумал, что совсем… Для меня философии, на самом деле, не бывает раньше-позже. Это только у вас там раньше. А мысль-то, на самом деле, очень ясная, да? Что чувство только различает. А качество дается умом. Теперь у нас ситуация, что качество есть в самом чувстве. Каким способом в самом чувстве качество сохраняется? Вот в чем проблема. Вот есть переходы. Я понимаю. То есть чувства различают. В этом проблем нет. Каким способом в чувстве ведь еще и нечто сохраняется, как качественность? И во всех переходах, несмотря на все переходы, оно есть. Как это? Вот как красное есть, как красное? Понятно, что на есть переходе от синего к красному,ото красного к белому. А как красное-то оно возникает во втором определении. Вот у нас первое определение это переходы. В нем красного и синего нет, а есть только переходы от ничто к нечто. Всё понятно. Здесь это простая старая логика. Как вторая логика жизни-то возникает, что красный и синего есть? Я бы сказал, что у Валерии Михайловича красного общегорования нет. У него есть цвет. Цвет есть, а цвет существует и в том числе благодаря красному, а красного, как красного нет. Ну, пока нет. То есть мы уже уходили туда в красный, но вот вернулись, и сейчас аккуратнее по простому стадию. Пока что у нас есть переход от нечто, который не дает нечто, а дает различие равных нечто. Но с этим все ясно. После чего? Это же раньше у нас называлось так, что чувство только различает. Простая формула была раньше. Чувство только различает. У нас раньше так было. И она, по-моему, осталась здесь. Но вы добавили теперь новизну, в чем состоит, что чувство не только различает, они еще конституируют или конкретизируют качество как качество. Да. Вот это, что я рассказываю, очень важно. Собственно, качество это не появляется в тем конкретизации. Когда одну чувство, наверное, старую, которую мы считали, там нажали, складывали, мы ее конкретизируем, то получается качество. Так конкретизируют форму. А почему тогда нельзя сказать, что форма это и есть тот самый эйдес, который ум придает этому переходу, всякого рода контрасту, и возникает качество? Почему к старой разговору невозможно? Ну, может, у нас же вся деятельность происходит со стороны формы. И всегда можно сказать, что именно форма придает качество качество. Что всякому переходу вот этому, который на самом деле по одной схеме работает, да, от ничто к нечто. Это простой переход, да, контраст некий. Некий сигнал, да, различие. А что придает вот этому различию некую устойчивость, благодаря которой мы можем говорить, что этот переход есть переход не просто от ничто к нечто, а переход, например, от белого к красному, или от красного к синему. Получается, что ум придает этому переходу такую форму, что это можно так делать, можно так и сказать. И тогда возникает вот этот старый разговор, и он опять просто здесь возникает во всей своей полноте. Что ум где-то вот и придает, как можно сказать, эйдос, качество как качество. Ну, прекрасно. Конечно, ум придает. Просто, если ум придает становится, то, конечно, ум придает. Просто определение качества складывается, простое произведение качества в этом определении определения. Это именно ситуация конкретизации, его чувственное нестоверное место, которое еще и конкретизируется. И теперь же мы говорим о разности чего в качестве. Кроме простой разницы качества, еще ничего нет. Это уже разница в качестве. Можно сказать слово «качество», которое разъявлено. Вот, 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 это нет качества. Вот здесь, в конкретизации. Первое, это второе, в примере, в примере, в примере, можно сказать, что это разные качества. Разные вот, это и есть разные качества. Вот и старые вот. И большие, и меси, и следующие, и предыдущие, они разные. И это дает качество. Так вот, какое целое, какого рода целое перед нами? Перед нами ситуация, когда происходит то, что единственное может произойти. Переход к другому качеству, еще другому качеству. Есть то же время возвращения или совершения того же перехода от ничто к нечто. Это происходит, иначе не может происходить. Иначе не получится качество. Одна там депутация. Но что осознается? Значит, я говорю, что не осознается. Поскольку еще раз, это не рефиктивное движение. Рефиктивная другая граница. Преходя от частей в части, мыслями осознаем себя мышью. Только пока ребенок нарезу осознает себя мышью. Происходит то, что происходит. А что осознается, а что не осознается? Ну, не осознается то, что в переходе от части в части мы совершаем всего лишь тот же самый переход от ручной книсти. Вот это не осознается. То есть целое в частях не осознается. И целое предстает как просто совокупно чистить. Когда мы вот в этом целом совершаем движение, переходом доказываем, что они разные, мы получаем просто разную часть, и мы знаем, что они части. Но целое от совокупности частей не отличается. А как все это отличается от совокупности частей? Когда мы осознаем, что переходя от одной части в другую часть, мы удерживаем переход на что-то меньше. Вот таким образом происходит сознание целого. Сознание целого – это сознание того, что при переходе от одного качества к другому качеству, мы совершаем два равных перехода от ничто к нечто. Только таким образом существует сознание целого. И это на этой стадии не происходит. На этой стадии этого не происходит. Мы создаем целое лишь как совокупность частей. Потому что еще раз, целое не существует как ограничено. Как это мы сами подключаем, ящик, ящик подключен, что-то по ложке. В целом вот так вот и существует движение от части к части. Но поскольку это не осознается, на этой стадии, что нерефлективное движение от части к части, нерефлективное движение только граница. Поэтому граница храняется, но не осознается. То, что храняется. А что происходит на следующей стадии? Это первое целое. Это полуэффективное целое. Где граница не фрективная, а тщательно не фрективная. То есть целое не фрективное, а тщательно не фрективное. А, кстати, граница она формальна или предметна? В том смысле, граница от предмета или от формы? Предмет имеет границу, и поэтому форма ее устанавливает. Или форма... Что я могу сказать? Если переход, так листок, нечто, не дает нам нечто, то какая это граница? Здесь такая логика, которую, боюсь, эти вопросы не предполагают. Если переход от черноты к свету, то не дает света. А для различных цветов. То какая это граница? Ну, предмет же есть. Вот, вот, они разные, вот, да? И как бы это было заранее известно, неосознанно, но они же были разные. Нет, по-моему, если с этой стороны смотреть, то на этой стадии каждый отдельный год, ставший частью этого целого, мыслится исключительно как часть целого, но не как нечто самостоятельное. То есть оно не имеет собственной определенности, а имеет только определенность внутри вот этого перебивания. Ну, целое, если что, это свободное части. Вот, да. И отсюда получается, что целое – это всего лишь сумма частей. Потому что часть каждой из частей не самостоятельна, а всего лишь часть. Нет, ну раньше вот-вот-вот никак понимали, что каждое это вот в каком-то отношении с точки зрения нашего сейчас разговора является целым. Хотя оно частей и не имело. Теперь просто эти вот-вот объединились в такие целые, которые имеют части. Раньше у нас было одно, да, и оно не имело частей. А теперь эти разные одно объединились в то, что мы называем целым. Но они же были разные, эти одно. То есть вот-вот, вот-вот разные. Нет, вопрос не в том, что они разные или нет, а вопрос в том, имеют ли они собственную определенность вне целого. И вот если… Ну хорошо, а когда целого вообще еще не было, когда разговор был просто вот-вот. Было одно там, и оно вот-вот. Но они отвечали тем способом, что были следующие, было больше и… Но они же отличались, о ком-то речи идет. Получается, что отличие от них уже давно тянется. Не сейчас оно возникло. Мы сейчас просто его осознали, что оно есть. Что есть отличие вот-вот. Что части различаются. И что эти части различаются, что вот есть переход. Возникло различие качеств. Значит, было просто различие. Правильно. А было следующее, предыдущее, но не различие качеств. Понятно не было. А здесь различие качеств. То есть предыдущее осталось. Разумеется, мы не забыли его, не стерли его в порядке. Это действительно можно считать следующим. Можно их сложить за это, что это заключение, даже по-моему. Но здесь мы уже работаем с качествами. Умножаем качество. Называем следующее, предыдущее. Помню, что это разные качества. Допадность просто в различие качеств. Все различия остались. Допадность в различие качеств. Когда мы переходим... Мы убедились, что части разные. В этом первом целом. Мы убедились, что части разные. Поэтому это позволяет нам вернуться в ситуацию целого. Как одновременность в общих частях. Раньше мы не могли мы здесь одновременности части. Потому что они были одинаковые. Только поэтому. Там было очень красиво рассмотреть целое, состоящее из многих частей. Потому что части были одинаковые, все склупывается и все пропало. Теперь убедившиеся части, что целое объединяется разные части. Мы можем вернуться к целому, где части представлены одновременно. И надо связать переходы, чтобы доказать, что они разные. Целое существуют как отношения одновременности части. И теперь уже, мы же части. Мы не теряем рефлексии. Менеется характер движения. Теперь движение заключается в том, не в том, чтобы прыгать от части к части. Движение заключается в том, не в том, что движение от целого в целое. Мы нанесем это целое, а теперь мы слим и четырехчастное целое. И в другую сторону мысли, в трехчастное целое, можем получить двухчастное целое. Движение от целого в целое. Движение происходит от целого в целое, поэтому рефлексия не исчезает. Целое требует рефлексии. То есть сознание мысли, что она мысль, что она причина. Рефлексия больше не исчезает. Мысли все время знают, что она причина и что она мысль. И не чувствует себя, а мысли как мысль. И тогда наступает понимание того, чего нет в день. Теперь мы понимаем, что переход к иному. Если вместе с тем переход, одни в ступнище. Переход четырехчастного целого, если что иное, как переход, одни в ступнище. Мы это все время понимаем. Что получается? Если мы прекратим движение, то мы схлопнемся и вернемся к первому движению, одни в ступнище. Если мы перестанем двигаться от целого в целом, то есть растягиваем ее, то она схлопнется. Потому что мы теперь понимаем, что каждое движение, если что, это все одно и то же движение. Именно это заключает к нам, это мой ответ на вашу неделю и давности. Вопрос, почему на этой стадии, на стадии второго целого, тоже не возможно содержать. Почему где делаемое содержание мы выяснили еще больше раз. А остановились вот здесь. Почему? Чтобы на этой ступнице не отсядь. Вот целого. Но теперь мы понимаем, что переход к нему был не что иного, а переход на них что-то отличное. И поэтому остановившись, мы понимаем, что мы просто вернемся вообще ни в целом не получим, а мы продолжим опять эту исходную ситуацию, чтобы придется опять растянуть их заново, чтобы удержать конвертизацию. А у Гигеля там уже вещи. И вещи отличаются от вещей. То есть вещи, обладающие свойствами, отличаются от других вещей. У него уже целое, как бы, в самом чувстве целыми является. А у вас получается, что целое как осталось, чем-то чувственным, как бы, приходящим, так и оно и продолжает быть таковым. У меня очень много ходов. Не-не-не, я просто сравниваю для того, чтобы, как бы, уяснить вопрос. Потому что переход от ничто к нечто, это ведь переход, если вспомнить логику Гегеля, да, это же некий самый простой переход, первый. Потом он, конечно, на всех переходах присутствует, но на нем же нельзя акцентироваться уже. Потом он просто является уже составной частью любого перехода. Ну как же там, сначала бытие, потом ничто. Ничто, потом... Станавливать. А от нечто к ничто, а от нечто к ничто к ничто. Приход от ничто к ничто, это уже играемого понятия. Первое, все-таки, нечто. Бытие. Бытие. Ничто. А потом ничто. Нет. Потом становление, там, да. Потом где-то уже... Я не даже не... Ну, надо поискать какие-то... Я говорю, если говорить о феноменологии, то у Гегеля феноменологии... Плошево сказать, что... Я не знаю, не думал. Получается, подумать. Надо ли делиться ее за Гегель феноменологией или нет. То есть, если взять феноменологию Гегель, то у него... Вот. В котором есть этот и этот. И это совсем другое начало. А у нас с вами форма есть, предмет становится. Как это? Так вот, вот это целое, оно все-таки... Целое стало предметом или все-таки целое удерживается только благодаря тому, что мышление каждый раз осуществляет это целое в предмете? Или целое это уже и есть предмет? Вот для мышления целое это предмет уже? Или все-таки целое это действие, которое получается в результате того, что мышление совершает предмет? Для мышления предмет становится. Я понимаю, что предмет становится. Так вот он становится. И на данной стадии добавляется лишь различие качеств. Как я вот сказал, ко всем монартичным различным плесням, я говорю, это различие качества. Можно назвать и предмет. Перевление качества, можно назвать и предмет. Если хотите, вы этот вопрос сделаете. Да, это уже качества. На этой стадии, это те же самые качества, но выстроены в ряд. То есть качества, о которых мы знаем только то, что они разные. Это те же самые качества. Это второе целое, это первое целое, полуэпетит, это второе целое, то те же самые качества, но мы знаем только то, что они разные, просто вообще не знаю, не знаю, чем они начали сегодня, но на этом, надо же жевать делать надолго. Пол просто разный, просто разный, я не понимаю что это разные длины, я этого не понимаю, я понимаю что это качество просто разного. Они понимают, что цвета, звуки, длины, ничего не понимают. Они просто совершенно разные. Но теперь они стоят в месте. И добавляется, по сути, кроме того, что они в месте, добавляется то, что я теперь уже понимаю, что движение к каждому новому качеству есть, и что это переход от ничто в месте. Еще один способ перехода от ничто в месте. Теперь на это уже не у созерцания. Я уже имею в сознании эту тянущуюся резинку и помню об этом. Именно это мешает мне остановиться. Я понимаю, что я созерцает бесконечность этого ряда. Бесконечность ряда вот этих качеств. Вы не только понимаете, что у вас есть переход от ничто, от нечто, но вы еще понимаете и бесконечность примеров. Ну, может быть, вы правы. Потому что меня смущает только то, что движение возможно в обе стороны. Я могу делать двух частных целей, трех частных, или в другую сторону. Поэтому не обязательно бесконечность. Но это вы правы. Все равно бесконечно храняется. Рядом. Бесконечность разных качеств. И все. Ну, как будет ответственность? Бесконечность храняется. Бесконечность храняется. Бесконечность храняется, без понимания кого, что они, чем вам не отличаются. То есть, морковки в природе вообще нет. Ой, какой стадий, когда-то появится ваша морковка. Но морковка, на самом деле, должна появиться и вещь. У вас вещь еще не появилась. У вас появился просто спектр, и все. Так ее принципиально нет. Вообще спектр есть какой-то. Спектр есть, отлично нет. Вещей нет. Есть спектр только. Ну, вещь уже можно назвать всегда цвета. Это будет следующий шаг. Потому что, если понимаем, чем отличаются части. Например, одно. Вот это будет уже одна вещь. Ну, если так то есть. Правда. Да. А вот, Томик Михайлович, а здесь разница между этими двумя целыми в отношении качества, как определить? Первое целое давало нам лишь возможность качества. Просто не сами качества, но различие от них. И здесь то же самое. Просто различие. И здесь то же самое. Просто различие. Просто различие. Я говорю, я говорю о этом понимании, что переход к новому, другому качеству. Другой способ перейти от них что-то не нужно. Все. Так, хорошо. С другой стороны. Первое целое у нас было всего лишь сумма частей, а второе целое. Больше суммы средств? Больше. Потому что сохраняется понимание. Что такое целое? Целое это понимание, что движение части в части есть разные спонсобы. Установление границы целого. То переход от света к свету есть только два способа перехода от темноты к свету. Только так существует темнота и свет, только так существует целое. А так и понимается еще, кроме того, что любая часть еще делим от этого происходящего. Что любая часть тоже является вот этих частей. Ну во-первых, что любая часть является целым. И не верит, что дает от других. А может и есть. А может и есть. Мы же должны понимать аддитивность каждой из частей. Наш есть простое, непосредственное восприятие аддитивности каждой из частей. Но это то, что складывается. Но это на самом деле, если вдуматься, аддитивность, она же пространственная. Здесь пространственная. А аддитивность burden состоит в том, что у нас именно что, грубо говоря, мы понимаем каждый звук как несколько звуков. Мы часам можем понять как каждый звук, как несколько звуков. Каждый цвет всегда можем понять как совокуп pseudony цветов. Не, но это как бы слишком далеко, чтоб об этом говорить сейчас. Абитивность – есть же простой понятие аддитивности. Ето, еще раз, только в том случае, когда качество сведена в количество и доказано, что любое качество можно охарактеризовать количеством. Потом уже из количественных соображений можно понять, каким образом складывать нужное количество, чтобы получить новое количество. То есть энергия есть ловно по тем же причинам, по каким понимается бесконечность протекает чистенько. Принципиально бесконечность здесь ловно, она же есть. Вот здесь, в такой группе ситуации. Бесконечность цветов, звуков есть. Ну и аддитивность может быть есть. Нет, бесконечность здесь, наверное, нет. Здесь скорее есть неограниченность. Неограниченность качеств, что их много, неограниченно много. Неизвестно, сколько вообще. То есть бесконечности нету? Если не будет вот так неограниченно, то это будет называться грязная бесконечность. Меня это как раз скорее удивляет, что мы так очень просто перешли от количества к качеству. Хотя эти вещи вроде как категории, они как-то перпендикулярно находятся. Разные, разные аспекты. Ну нифига себе просто словами не сказать. Нет, ну построение-то сложно. Я имею в виду, что у нас получилось так, что любое качество есть на самом деле количество. А что? А еще вопрос тогда. А разве не получается только таким образом, что когда мы обратно понимаем качество, как ничто к нечту, тем самым мы не задаем всякий раз новое эмпирическое ничто, соответствующее каждому цвету. Для красного оно будет не будет ничто. Для седнего – это один. Для зеленого – это третий. Ничто-то одно. Ну вот получается, что нет. Почему? А ты, как сказать, мысль-то главную не поняла. Один переход – это ничто к нечту. Но он происходит на всех переходах. Все другие переходы сводятся к нему. Сводятся, сводятся. Поэтому ничто одно. Вот и получается, что вначале было одно ничто, а потом стало много. Нет, потом просто много цветов стало. Ну, увы. Вместе с ним мы стало, но уже не что-то всякое эмпирическое. Еще раз, и каждая… Всякий раз у нас есть некое молчание и тишина. В прошлый раз я же объяснял, что есть абсолютно ничто, а есть относительное. Для красного… Всякий раз у нас есть молчание и тишина. Еще раз, для красного синий является относительным ничто. И так далее. Звук от этого слышали, для нас тишина молчит по-своему. Еще раз, каждый раз есть относительность. Красное – есть ничто по отношению к черному и так далее. Нет. Нет, ну именно так здесь понимается. Здесь только в том случае можно понимать все переходы, какие существуют. От одного цвета к другому. Как переход от ничто к нечто, если для всякого другого цвета другой цвет представляет ничто. Относительно в смысле? Нет. Ну так, ну взять любые две вещи. Одна вещь для другой есть ничто с точки зрения бытия. Есть небытие некое. Но это относительное небытие. Знаешь, причем, что интересно, по-моему, если он приходит по двухчастному целому, к трехчастному целому, то, в принципе, должно меняться и отношение между первым и вторым. Ну, детализироваться. Ну вот. Ну, поскольку мы о качествах... Это уже не количественное понимание, а качественное. То есть, различие... При появлении третьего качества, различие между первым и вторым, должно детализироваться. Но поскольку мы о качествах пока знаем просто то, что они разные, то у нас ничего, видимо, ничего не детализируются пока. Хотя, в принципе, детализируются. Если бы это было уже... Если бы вы знали, в чем заключается различие. Например, с деревьев. То есть, в жизни третьего качества детализировало бы совершенно точно отношение первого и второго. По-моему, четвертого качества детализировало отношение первого, второго и третьего. И так далее. То есть, все меняется. С каждым другим качеством все меняется. Но это есть, но мы его не знаем еще. По-моему, качества знаем только то, что они разные. На этой стадии, видимо, и по детализации не осознавилось. Хотя она уже происходит. Все, до сих пор.